Это место на стыке границ трёх государств в народе называют Трисестры. В центре курган со стелами, на которых изображены гербы трёх союзных республик. Они связаны Большим Кольцом, а на нём вехи общей истории братских народов. И даже это не главное. От Кольцевого перекрёстка отходят три дороги в Беларусь, Россию и Украину. И буквально в нескольких метрах друг от друга здесь также три пограничных пункта пропуска. Сегодня нужно использовать любую возможность, чтобы показать, насколько важно славянское единство. Чтобы показать всему миру, насколько переплетены корни славянских народов. Именно поэтому президентом нашей страны было обращено особое внимание на монумент дружбы, как символ славянского единения и братства. Кстати, в народе его так и называют – Три Сестры. И президентам поставлена задача благоустроить монумент, навести порядок, чтобы вся территория была красивой, цветущей. И я уверена, что мы достойно справимся с поставленной Александром Григорьевичем задачей. Впервые фестиваль братских народов «Славянское единство» прошёл в конце 60-х. Монумент дружбы появился на холме чуть позже. И сначала его местоположение было стыком границ трёх союзных республик одного государства. Ежегодно форум принимал тысячи гостей. Был весьма популярен, как сегодня, например, курган дружбы. Это уже север страны. Фестивалю исполняется 60 лет. Витебская область принимает гостей из России и Латвии у самой границы трёх стран. Традицию заложили партизаны. И сегодня соседи продолжают собираться вместе и вспоминать героев Великой Отечественной. Инициативу подхватила молодёжь. И на белорусской стороне в последних числах июля. Четыре дня и три ночи. Игры, песни у костра, танцы, встречи старых друзей, новые знакомства. Я разлом! Горячий июль в Витебске вот уже 27 лет обеспечивает и международный фестиваль «Славянский базар». Участники более чем из 40 стран съезжаются на этот праздник искусства. Гомельское славянское единство стремилось к таким же масштабам. Но после того, как у России и Украины появились разногласия, в прежнем формате его больше не проводят. Последний фестиваль датируется 2013 годом. С тех пор здесь просто нейтральная территория, у которой по сути нет хозяина. Сам монумент за это время превратился в заброшенный неухоженный памятник, что не могло и дальше оставаться незамеченным. Уже есть решение. Три сестры приведёт в порядок белорусская сторона. С наступлением тепла монумент покрасят, место вокруг благоустроят. Вот это вот место, это въездные ворота в нашу республику Беларусь. Сюда приезжают многочисленные наши гости, туристы, бизнесмены. И, конечно, хочется, чтобы оно выглядело не так, каким мы его видим сегодня, а таким, каким он остался в нашей памяти. В Гомельском обл. исполкоме надеются, что этот шаг станет примером для двух других государств. Фестиваль «Славянское единство» сможет вернуться на свою традиционную площадку и снова стать символом добрососедства. Максим Вечерков, Владимир Пятенёв. Наши новости. Гомельская область.